Дорогие друзья, наш канал Маша и Марат ведет свой репортаж с одного из лучших военно-исторических музеев мира. В 2019 году наш музей, Свердловская область, город Верхний Пушман, вошел в тройку лучших военно-исторических музеев мира, друзья мои. Сегодня день космонавтики отмечают на территории музея. Вот я пришел снять. Потом когда-нибудь я зайду и покажу экспозицию там внутри. Там все шикарно, все блестит. Везде мрамор, змеевик, золото и так далее. Практически большая часть техники действующая. Вот танки и все остальное. Здесь вот вы видите, строится театр. Это гастрольный театр будет. Сейчас будет приезжать. Он за основу взят в Пражский театр. Ну в Праге я был, Пражский театр видел. Пражский, наверное, я не знаю, раз пять, если не десять меньше. Вот это специально сделано большой. Но сам архитектура взята оттуда. Вот там дальше у нас называется Кванториум. Это федеральное здание для одаренных людей, детей и так далее и тому подобное. Ну тоже хорошая тема. Хорошая тема. Здесь вот памятник героям войны. А дальше вот административное здание комбината. Сейчас зайдем на территорию дальше. И дальше вы просто обомлеете, друзья мои. Вот знаменитый панцирь. Из воинской части пригнали. Вот он вот так работает и гудит. Вот. Сам музей из Москвы выглядит вот так вот. Вот экспозиция танков. Вот. Вот это экскурсии. Экскурсии приезжают с разных городов нашей области. И даже из-за территории области приезжают. Вот. Большая часть техники на ходу здесь вообще. Они сами приехали. Их реставрируют. И она заводится, ездит. И практически в 100% они оригинальные. Вот. Тут сильно блекует. Я не могу очень хорошо снять. Если что, вы на меня не обижаетесь. Друзья, вот танки стоят. Вот эти танки все на ходу, грудные мои. Все. Вот. Вот там вот парадный расчет, где написано. Там вообще танки заходишь, их тебе заводят. Он двигается, там крутит башню и туда-сюда. 300 рублей вход стоит. Вот. На территорию музея можно заходить бесплатно. И гулять сколько хочешь. И только веди себя культуру. Вот. Вот. Дальше там вот есть историческая часть, где кареты, там. Ретроавтомобили. Вот где ретроавтомобили вообще шикарные. Это я потом все сниму, покажу вам. Сегодня просто многолюдно. Вот. Вот так-то тема интересная. Вот. Это вообще шикарно. Вот. Вот. Ну, это гордость нашего города благодаря комбинату. Вот. Благодаря вот руководству, что оно местное. И вот деньги все-таки вкладывает в город. Вот. Вот эта часть, вот эта часть музея, это посвящена технике стран-союзников. Вот. Там шерманы стоят, вот, двойной шерман, вот, это вот экспозиция наших союзников по борьбе с сашизмом. Вот. 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 Сам музей, вот, это, это не, это часть только музея. Вот видите, здание какое-то. Вот. Вот. Внутри там просто все сделано. Сейчас мы обойдем еще. Экспозиция с самолетами. Вот. Короче, если тут снимать, можно неделю снимать, друзья. Это я только зашел еще. Вот, вот это студебекер. Вот. Ну, то, что вот на слуху у людей. Вот. Вот. Вот это была часть, посвященная вооружению наших союзников. Само здание выглядит вот так уже. Почитается вон там. Уже здесь не буду, не могу до края дойти. Дальше, друзья, моя территория выглядит вот так. Вот видите, вон туда люди идут. Видите, еще идти надо. Километра два до того, до кончания. И вот тут вот такая площадка. Сейчас мы все пройдем, посмотрим что-то. Ну. Все, что можем, покажем. Может, такие. Мощник. Вот здесь это территория станции как бы имитируется. Вот это имитируется первое. Это санитарный вагон, где ранинг перевозили. Вот это вот имитируется как... Железнодорожный состав, который перевозит промышленное оборудование. Вот для строительства заводов, когда заводы перевозили. Вот следующий имитирует как перевозку вооружения. И третий, вот там горюче-смазочных материалов и так далее. Это как бы вот все. Вот можно обходить и смотреть, что, как, почем. Вот этот паровоз, я бы хотел обратить внимание. Он реальный паровоз. Видите, у него труба откидывается. Это, наверное, не паровоз, это какая-то паровая телега или паровой трактор. Ну, старинный-старинный. Вот когда только на заре, когда вот только появилось механические всякие движения. Вот техника. Вот это вот. Интересно. Ну, не просто так тут стоит. Вот эти поезда тоже все восстанавливали. Их привозили вот где находили. Там вот даже в лесу, где-то там в Сибири, в тайге. Вот их там вот откапывали, разбирали, привозили, собирали. Вот здесь вот это, как бы сказать, такие тоже сами по себе. Это ценные экспонаты сами по себе, вот эти поезда. Вот. И они, видите, все разные. Это не просто так. У них у всех название и разные эти, чтобы все люди видели. Ну, что они бывают разные. Для нас же как паровоз и паровоз. А паровоз бывает разный. А вот здесь вот экспозиция будет сейчас современного нашей техники боевой. Вот. Вот подводная лодка. Это М-32 подводная лодка. Сейчас я прочитаю, где, как она, правильно. Да, вот она. 36-43 года. Боевое применение. Великая честная война. Вот она воевала, вот эта подводная лодка. Я говорю, тут как бы это. Экспонаты синие не просто так вот где-то. А они реально, вот то, что касается боевых действий. Вот они воевали, вот эти вот, и катера, подводные лодки. Вот. В музее сделан очень даже это, ну, со смыслом бы, как бы, не просто так вот. Сейчас пойдем еще, где у нас находятся самолеты. Если открыли, я вам скажу, так, вход в каждый павильон стоит 300 рублей. На территорию бесплатно. Но можно купить абонемент. Он, по-моему, тоже что-то 600 или сколько-то рублей. И можно уже по всем ходить. Пенсионерам 100 рублей вход в павильон. Вот это памятник легендарный летчик-штурмовик Михаил Петрович Одинцов. Дважды герой Советского Союза. Вот. Вот это вот. До этого как-то поделем был закрыт. Не знаю, вот этот павильон открыт. Нет. Но внутри тоже. Не так просто. Ну да, павильон. Вот еще этот с самолетами его внутри не сделали. Вот. Вот памятник дважды герой Советского Союза Речкалову Георгия Андреевича. Вот. Сама территория. Это вот туда вон еще павильоны, друзья мои. Вот. Там автомобили. Сейчас я посмотрю, покажу, если там павильонок есть. Туда зашли. Вот. А тот вот, где с автомобилями. Вот. За колхозником. За рабочим и колхозницей. Там вообще шикарные такие автомобили. А вон один стоит. Изис. Сейчас чайка стоит. Мы их сходим посмотрим. А на чайке можно прокатиться. 600 рублей. Вот. 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 Я почему вот так показываю. Территория вот такая вот. Ну. Такая большая. Ну. Все как у людей. Все как положено. Друзья, я что сюда забрался-то. Там строят какое-то здание. Стадион или еще что-то. Я не могу сообразить вместо чего. Баня там была. Вместо бани что-то. Первое. Если как-то быстро. Вот. Два зимы она появилась. Вот. Сейчас пойдем дальше. Друзья мои. Тут вот. Ну. Стоянка. Вовсю длину. Вот. Там места много. Кто приедет. Вот. Там еще дальше. Вот павильоны. Это еще они не запущены. Но тоже это. Большие здания там сзади. Вот. Вот это вот. Музей автомобильной техники. Вы можете где-то на сайте, наверное, зайти. Вот. И там есть сто процентов. Где-то на ютюбе. Где-то вот это должно быть. Вот. Но внутри очень красиво. Очень хорошие машины. Старинные. Прямо вот вообще. Которые вот прямо на заре. На заре человечества. На заре технической революции человечества. Вот. Очень ценные. Мотоциклы старые. Вообще. Очень интересно. Очень красиво. Короче. Вот то здание, которое вдалеке. Это дворец самбо. Будет. В общем. Ну, оно очень большое. Вот. А вот это вот. Ну, современная техника вся. Все вот эти. С-200. С-300. Грады. Катюши. Вертолеты. Истребители. Вот это штурмовик. Вот это. Ну, вот это вот наши основные танки. Которые мы сейчас на вооружении находимся. Катюши. Вот это вот. Баттеры. Вот. Вот. Ну, это наши. То, что сейчас. Лизу там же смотрится большим. На самом деле он вот не очень большой. Почему он не очень большой? Чтобы его не видно было из-за густов. И там возле дворца вот этого самбо еще будет конечная трамвая. Трамвайную линию прокладывают из Екатеринбурга к нам в город. Ну, чтобы люди сел и за 10 минут на трамвае доехал. В пробках не стояло. Так. Вот это какой? Это не 72-й. Это 64-й. Но это старый еще. Старого образца. Вот продолжение темы станции. Вот. Еще стоит бронепоезд на станции. Вот. А вот это вот тоже по-своему уникальная техника. Которая может передвигаться по рельсам. Вот. 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 Вот эти вот моторашки тоже могут по рельсам передвигаться. Вот. Все у них вон. Мосты. Все как положено. Ну и колеса вот. Сюда можно поставить вот колесо. И все. Поехал воевать. Вот. И вот такие еще бронепоезда маленькие были. Или это вагоны бронепоезда цеплялись. Вот. Вот это вот современная вся техника. Вот. А вот это все. Во. Вот. Ну все. Сейчас мы экспозиция. Пушки. Гаубицы и так далее. И тому подобное. И вот еще техника. Вот. Вот тоже часть бронепоезда. Вот это здание называется Куанториум. Куанториум. А вот как длина выглядит. Куанториум. 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 Я почему именно сегодня гуляю пришел. Сегодня тут должна была быть анонсировалась концертная программа. И парашютисты с 12 до часа должны были выписывать в небе кренделя. Куанториум. Вот я хотел вам показать. Вот это уже танки. Уже. Которые воевали непосредственно. Вот 34-ка. Написано 85. Это 85-я. Калибр дула. Да это у них 75-я стояла. Это вот 75-я дула. Второе. Вот уже под конец войны не могли пробить немецкие танки. А 85-ки пробивали. Это 34-ка вообще 34-57, это 57-й калибр. Ну, в начале войны 57-й калибр пробивали немецкие танки насквозь. Это вот 34-ка 76-й калибр. 40-го года. Вот где есть красная краска, это означает, что там были пробоины. Специально так сделано. Вот так вот работает панцирь. Вот у вас высшая оборона. Вот это вот, а с 4-й калибр. А вот та вот стука, видите, синяя. Она не просто так. Это тот бронетранспортер, который по казахской степи ищет космонавтов. Вот. И космонавты вот на них вот ищут, находят и перевозят вот на этой ступе. Она умеет себя плавать, ходить, ездить. Ничего не страшно. Вот эта химия. Вот эта химия. Вот эта химия тоже интересная. 35-го года выпуска. У него три башни. Здесь. Вот. Еще башня здесь. И с той стороны еще башня. Вот так он. Конкретно громоздкий. Ну, а то попадание снаряда. И... ...перестает быть. Здесь похоже. Это я к чему, что... Поэтому и перешли на однобасенные танки, которые более эффективны и более не затратные производства, и более эффективны в бою их. И если у них что-то даже повредилось, их легче восстановить. Всем вот так... О-о-о-о! Барс и мотивирует. Успели, да? Успел еще? Парс и пульс. Пушка крутилась. Ну, я что это-то? Я жду, когда парашютисты прилетят. Подождем еще немного. Вот где я говорил, автомобильной техники музея. Вот видите, как он далеко находится отсюда. Вот. А за ним еще есть павильоны. Вот. Новые, которые еще не открылись. Совсем тут можно целый день ходить. Люди приезжают со всех городов соседних областей. И к скучной автобусу не приводят. Ну, на неделе потом будет время. Я прогуляемся по-внутри. Внутри можно снимать тоже. Ну, внутри вообще красиво. Очень красиво. Ну, и вообще, что я хотел сказать. Вот наш город, наш город, город Верхний Пушмастер, Росководство. Находится вот на окраине города Екатеринбурга. То, что областной центр рядом, это большой плюс. Вот. Если кому-то хочется куда-то переехать, и нет сил переехать в Москву, например, или в Краснодар, можно переехать в Москву. У нас очень много всего строится. Инфраструктура у нас вся развита. Везде свет, газ, вода, асфальт. Вот. Комбинат все это поддерживает, финансирует. У нас везде школы новые, везде новые школы. Везде новые детские садики. Вот. Везде секции, бассейны. Короче, я потом как-то вот подсохнет и зазеленеет. Листва. Вот тогда город наш смотрится очень хорошо. Сейчас пока еще неважно смотрится. Вот. Особенно будет смотреться на видео. А так, вот кому это, можно и в ипотеку что-то очень взять, и жить, и это. Кто денег нет на ипотеку или на все что-нибудь, можно, например, в вкладке, в прикрытии купить. Можно там купить миллионы, жить спокойно. Многие так делают. Работы у нас всякие разные. А если вы такой высококвалифицированный специалист, вас везде возьмут. Вы будете зарплаты, у нас примерно, ну, нормальные рабочие на нормальном месте получают 30 плюс-минус туда-сюда. Вот. А если вы высококвалифицированный специалист, ну, вообще, заработки еще сотнями тысяч отмеряются. Вот. Так что это, ну, короче, прожить можно. Если есть жилая, ну, кто-то хочет откуда-то уехать, из какой-то деревни, например, приезжайте сюда. Здесь всегда найдется и работа, и жилье можно снимать, и что хотите сделать. Было бы желание, трудолюбие и умение. Друзья, ну, не будем ждать. Пойдем в следующий раз я вам на 9 мая парашютистов покажу. И, кстати, на 9 мая здесь кашу варят, там бесплатно раздают. Ну, так, в конце все так. Тут интересно, хорошо, на 9 мая. Анекдот про космонавтов, друзья. Космонавты, там, Иванов и Петров, поужинав, собирались ложиться спать на Международной космической станции. И тут неожиданно в иллюминатор постучали. Пока-пока, друзья мои. Продолжение следует...